еще одна работа тоже воулина в одном цифры чуть-чуть меняется в одном случае это референд в другом случае это доклад и в эйфории мой друг мы с ним долго дружили долго пока он не забыл не забыл про меня когда вот это все по собственным этим достижением почти смотрите я теперь имею право гражданин роли предлагается на тот момент его директор института предлагается делать закладку сада внимание посевом косточек от культурных корнесобственных растений культурных а я что выслал ваш весь успех связан с мажорским абрикосами у которых культурные родители так и ниже я покажу вашу работу и вашу фотографии получились полу культурная а вы написали культурного что посоветовали посадить козки культурных на загадочек чертовать и вот здесь получается так вы предлагаете и правильно все шла железа на 20 лет я толпичил об этом и так сразу в саду сразу на место постоянное без там поворачивание питомники преподносит это как открытие дальше идет после этого все остальное правильно корневая система разветвленная ттт сколько всего даже вот пожалею вас пропускаю кому надо потом можно останавливать любую секунду это я вас жалею но сейчас самое главное скажу 37 перезимовали фазу светения минус 7 это все мои железовские 20 58 килограмм на четвертый год но мы это уже проходили вот я сейчас о другом и так дело в том что наверное будет еще один фильм смотрите я нашел уникальный материал 1970 год вот реплик дорогой друг поздравьте меня 70-ый год и это байкалов который был всего лишь агроном питомника аскизка а вы знаете что в аскизка в этом самом районе ха 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 санской автономной области вот вырастить абрикосы практически невозможно и он это блестяще доказал я сейчас не буду ради одного абрикоса было выращены погублено тысячи вот смотрите из 815 это 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 сохранилось раз два три на дальше еще страшнее я еще раз говорю эта тема для вас же ну да самых избранных таких как савейни сиренов санна вот я специально кому надо у кого особенно компьютер а не этот а не фотоаппарат вот это прощайте это уникальная вещь ну как мне повезло ну как ну как смотрите дальше вот и это все говорит о том что в жесточайших условиях даже чистых дикарей это речь начиналась чистых дикарей ни черта не получалось а ведь это аскизская района не самый морозный еще вот вот это хотел показать а то культурные косточки вращать а сейчас вот это было у вас инфария потому что вот сейчас после этой зимы посчитайте сколько у вас абрикосов это заложились после этой зимы в вашем плантации и сейчас я кое-чего вам объясню вот это вот уже бы с вами распятие обрабатывали но каждый раз под новым углом я прошу прощения за повтор многие должны это еще речь пойдет я хочу раскрыть эту тему это моя воля это мое каприз это мое желание дело в том что вот когда берет современные дамы которые не хочу знать раз у меня шикарное образование 2 она вот это перед их там две выпуститься тимирязевки видите а не вот это вот качественное обвинение какой-то железо что это что обман шарлатации это страшное обвинение вот про это это ведь еще раз я даже не поленюсь вот это вот видите это же не я придумал вот сейчас поймете на чё я намекаю сейчас поймете будет отдельный фильм придется не сладко еще чеку вот потому что вот она одна один край до один край а а вот другой край и так на вот этом основании и это подтверждает то что она якобы написала она передрала цитату почти столетней давности и это все было но не было потом то время таких людей сейчас я даже потом идею подскажу и так если бы это мы по другим углом не думайте что я повторяюсь если было написано что косточка сортов было бы честно а помните я пришел заплодные железы нет такого сорта правильно бая левицкого нет такого сорта нет все честно она говорит все правильно это как бах по счете вы продаете косточки от свободного перекрестного пыления как сорта а это бансерлотанство это при том что она практически она же я не хочу знать я же потом пытался как-то войти в контакт обещал ей выслать в подарок сотни косточек а зачем она и так все знает а абрикосы она на рынке купит вот в этих самых со средней азии а здесь получается что она уверена в том что здесь написала и меня обвинила в обманищей лотации но у меня есть особая папка а там вот таких вот смотрите ладно ниже покажу вот а в этой папке добрые сотни примеров когда скотчек в россии даже не то что повторили качество еще лучше чем мы ожидали но самое первое что вы начали и дальше вот эта фраза мы теперь я за не цепляюсь это важно вы хотите иметь культурный сад культурный но из косточек и тут же я как он написал берете культурный садите получите не замерзнут все кроме правильно железово и моих учеников а ученики вот я же вам выше показал показал же выше вот не передается сортовое качество при генеративном нагружении то есть кучку посадил получится дичок внимание это я или она пишет дички и жердели ну а дальше людям уверят выкладывать по 1000 рублей это тоже моя обида хоть уже говорю на 1000 рублей сейчас делим на 15 получаем сколько 60 примерно 5 косточек 65 схожесть я показывал у сергей уже сырья железово процентов 98 то есть если в сергей посадил все опять у него 60 деревьев которые никогда не замерзнут это же промажутся речи промажутся также вот и вдруг получается что 65 это 1000 рублей не стоят а она то я подлинку весь совершила а имел всю эту одна косточка за 1000 вот он железов то какой вот он какой это обман и шарлатанство теперь это было эмоции и так берем делаем три сада сады делал сады делаем моносады в одном посадили придется немножечко уйти вперед выйти вот эту самую ссылку дайте это еще это еще тут еще сколько это какая трюх это мой трюх это мой трюх это мой трюх так где же сейчас или сейчас так стать а вот и не с косточкой сейчас это самое главное потому что есть очень серьезные люди сидят у нас потому и мало что здесь осталось только самое эти как их назвать у нас остались самое 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 сейчас мы еще до урагана дойдем значит я где-то пролистнул мне нужно открыть ссылку потому что один из вариантов это вариант ваулина дальше буду говорить о нем с уважением с уважением а смотрите внимательно итак мы закладываем три сада и и это должна заняться наука и должна заняться кто правильно елена садовна савинич или железов сергей валерьев вот или еще несколько близких друзей наших учеников вот типа алексейка макарова мезинова еще из несколько козила и так далее смотрите отсюда вот это вот из моих выросли вот они вот они вот они вот они и заметьте все черенки все эти сенцы были с поддалом от жесткого абрикоса а почему разные отцы разные слушайте дальше теперь собрали мы все косточки садим а рядом ни одного ни королевского ничего ничего нету примерно в трех километрах совершенно голоса вот это самоограничение они будут всегда они не потерять морозостойкость они тем более посаженные по железу это на постоянные места сразу без пересадки не поливать не надо только навредить можно поливом загноить и так далее а вдруг высокий снег и так далее так вот это все в этих пределах и останется это одна крайность вот тут вот вот тут вот наша уважаемая малька из кого была бы права выпуститься тебе жить была бы права но в то время особенно в европейской россии настолько этот самый слабый ассортимент был даже культурных а потом вот это бесконечное желание выращивать искусствах особенно суток она и привела к тому что уже за десятки 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 лет отчаявшись уже преподаватель начали говорить то же самое дичьи жандели теперь берем другой крадость опять же посоветовав с культурных культурный где можно взять на юге и многие привозили силы и садил вы где-нибудь видели культурные сады из крупных 50 100 граммовых абрикосов без прививки тишина тишина кроме железовских учеников но там уже другое там уже впитаны несколько поколений впитаны гены манджурцев вегетативная генерализация которая уже наука почему-то оказывается нормально и второй край получается все в чертовой матери замерзли хоть на рынке покупаете крупные абрикосы съедайте косточки садите и ни черта у вас не получится все замерзли черт а хранить под снегом вот чем подлость персик можно сохранить яблони можно сохранить абрикос нет вот так вот тогда получается следующий момент и так смешанный сад тот самый который железовский вот тот самый железовский сад давайте я вышел к нас еще будет целый час я потом может быть ближе как говорится к теме уже то что до сих пор я уже сам не верю я много не знал когда он замерзли вместо того чтобы замерзлить становится еще нет не здесь я здесь а вот здесь это вы снять вот это все видите вот это все вот это все и так здесь дикари вот так дикарь культурный дикарь культурный дикарь не специально через один но примерно пополам и так если взять пути потом мою косточку видите а уже брали а это та самая жердель но она привита на манчжурис и уже с тех пор железов сергей вырастил несколько сотен этих самых до выращивали плохо брали двух трех лет жердель и сеянцы из этих двух-трех лет сорок раз и зима хоть одна была ни одного подмёрзли листика но веточки это что не факт это же сибирь вот что происходит на самом-то деле вот журец дал ему разостойкость а они а вспоминаю много смотреть глаза тем кто не верит видели я показывал жердели это не я это люди специально выставляли все эти жердель от железа и плоды крупнее этих два раза и красивая они тоже опылили кто-то опылил из соседей а тут соседи такие красавцы вот этот момент так и что получается берем две крайности мои манчжурцы все которые вырастали у людей все они опять вернуться к этой фотографии вот к этой вот наверно не наглядеться не могу наверно это про это что это сорт латинком а может быть мой то есть я его лучшие черенки вышел лучше вот это вот значит уже броня то что она со столетия давности процитировала ну просто я не владею ситуации ладно а теперь возьмем 100 граммовая а теперь возьмем 100 граммовая вы завели меня вы завели показывать им силуэту в общем это фаина искусственные подробно я вот два раза рассказывал показывал она даже ниже есть но я уже боюсь и так продолжаем тему значит не закачивать его если смешанный сад это то же самое что не будет искусственного соки компота варенья вспомнить я рассказывал что головина главный редактор газеты позида приезжала ко мне набрали и показал фотографии как дети ее и мои собирали мазурская абрикосы вот эти вот недавезли еще выбросили сели которые два ведра вот вам это значит что то морковь и слаще не ел те ко мне сад пожалуйста вот дальше что из этого получается а из этого получается что смешанный сад это огромное благо это взаимное определение даже я даже из понятия ксения надо забыто это влияние а а ты садов на другие без зачатия это тоже считается уже наука а я вам показывал вот этот человек да он меня цитировал это уже не я дурал он меня цитирую я показывал такие ветки уже наука когда вы думаете малинчика собрали то или хотя бы не просто подняли я 65 курсов сейчас можно еще купить а на железу кошку по тысячи продавец